Но тот, у которого не было длинного мяча. Ему не надо компенсировать недостатки в другом месте. Два были с мячами, один без, да? Да. Ну, вероятнее всего, можно предположить, что вот эти два, которые были с мячами и луками, это скорее всего рейнджеры. Или какие-то подни. А один из видимо какой-то колдун. Он не светит? Это рожок и засранец. Да, он светится. Ярким светом? Да. Аурак. Сверх. Какой? Магический. Вау. Магический. Да круто. Тут есть вообще магическое или не магическое. Другие. Есть ещё дивайнов смеха. Например. Для этого ещё не хватало. Если бы не кто не получит золотой рецепт, то на нём это так не видно. Или это так не круто. Она будет светиться. Любой другой швец или палатин. Ходитель, а там с ней поймёт, что она подает ауру из своего божества. А почему? Шёпотом. Что ж ты не заливай. Это слушать начинаете. Она с ума сажает. У него рот открывается и взгляд трёх не направлен. Всё. Это очень... Листит. Ладно, короче, не грубим альфом. Ну проще, ладно. Ну да, когда ты встал, когда ты уже... Ладно. Уходили, можно оборонить твердок. Ты что творишь? Надо было просто тоньше. Ты чё? Оскорблять эльфов надо потоньше. Как-нибудь. Стрелой. Я ненавижу эльфов. А? Я ненавижу эльфов. А? А в нём ещё и речь. У нас клуб... Чувак, ты не пропащий. В этом парне что-то есть. У тебя есть будущее. Да. Надо всех остроухих делать круглоухими. Вы расист. Сударь. Я бы добавил твоё слово возлюбленным. Почему возлюбленным? На ё. Если бы у меня была возможность выбрать любимого врага, я бы сейчас и выбрал бы уже. Я бы выбрал. Если бы ты был рейнджером, у тебя была бы такая возможность. Была бы. Да. У тебя есть фит. Ты был рейнджером, да? Или танкфит нельзя взять. Окей, то есть мы ждём какое-то время и выдвигаемся за ними. Кстати, какое время? Ну, по крайней мере они нас запомнили. Мы знаем дорогу, можно около получаса. Пока полфакела догорит. Какого факела? Через полфакела есть. Ну, полчаса, я думаю полчаса, час точно надо бы ждать. Ну, полчаса. Просто мало с какой они будут скоростью двигаться. Полчаса. Догонять их смысл точно нет. Ребята, мы в средневековье. У нас нет исчислителя примени. Хорошо, мы ставим свечку. Когда до половины догорает, мы идём. Это так, вы живёте в этом мире и исчисление и время есть. Вы его в основном определяете по солнцу. Не с точностью до минуты, но засечь полчаса или час это несложно. Вы искатели приключений, вы опытные засранцы. Вы вот так вот север можете определить. А вот так? А юг? Короче, полчаса. А вот так вот восток? Да, да, мы поняли. Окей. Ну и запад был через... Это очень дикий. Эй, мы выехали или нет? Конечно. Я ждал от вас заявки. Едем, спокойно. Я периодически пытаюсь смотреть на следы. Там они на конях, на ослике. Да, да, да. Они же не так быстро. Надо кидать? Нет, они движутся... Ну то есть мы... Как ты полагаешь, что мешает тем же... Шов пять, они двигаются по дороге. Потом сворачивают, вы сверяетесь с карты. Скажем так, если бы у вас не было особого желания двигаться по дороге, то это для вас было бы тоже наиболее выгодно. То есть там можно напрямую через лес пройти. Давайте не пойдем напрямую через лес. А куда? По дороге это будет крюк, ну не знаю, часа на три. А, на три? То есть не на много. То есть они свернулись с дороги или... Да, они свернулись с дороги и ушли в лес. Мы идем в башню, давайте пойдем по дороге. У меня как раз идет тоже по дороге пойти. Ну ладно... Ну господи... Если других там не будет, тогда уже мы... Пашня начинает приближаться к вам. Окей... Мак пока... Ну то есть он сконцентрирован на заклинание Дэкс Фалтс. В смысле сконцентрирован на заклинание Дэкс Фалтс? Ну насколько я помню, то это можно... Ну то есть в каком-то радиусе определять наличие живых личностей, если потом концентрируешься и так далее. То есть мне вот интересует... Я знаю вот этих товарищей, которые едут со мной. Нет, никаких этих самых. Там мышка за кустом пробежала. Ну белочка такая... Надо ее сгрызть, сгрызть. Нет, надо сгрызть. Кажется, мне это рейнджера. Ну ладно, ладно. Я уничтожу тебя! Такая орех, а сразу уваливается орех, что он сумасшедший шлепелку пробегал по дороге. Да, ну и ладно. Удивленный лось за кустом стоит. Ну пожалуйста. Зеленый в болоте. Хорошо. На нем этот... То есть плохо. Эльф такой. Угу. Нет, друид тоже. Мы к башне приезжаем. Да, вы постепенно прибежитесь и мне от вас нужен от каждого высокого персепшена. Т.е. ты... О господи. Это минус наверное. Т.е. 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 Никто ничего не увидел. Костя. А вы не могли увидеть? Вы могли... А нет, погодите, погодите, я же состарился, я стал мудрее. Так что 20. А у бдичавних есть? Нет. А ты уберешь что? Твоя мудрость изменилась в этом. Да, виду, интеллект и харизма. Из минус на один, у тебя какая была? Да не на один, на два. У него две категории. А, у тебя же две, да. У тебя же на две. Да, минус три по силовой, плюс два. У тебя нет чарника. И чо? У тебя на две, да? И чо? У тебя нет чарника? Господи, я слил со своим персонажем буквально. Хорошо. Конкретно тебе, не сразу. Чем ближе становишься к башне, тем больше тебе кажется, что в воздухе есть какая-то примесь. То есть это не свежий лесной воздух. Пускай это будет серо. А по запаху запах. Чем конкретно? Чем конкретно? Это даже не запах скорее, ты знаешь, как что-то оседает у тебя на лёгких. И ты засыпаешь. Маки, маки цветут. У меня есть... У меня Денис вдохновение. Блин, у меня есть просто знание всего чего угодно и... Намочить тряпочки водой и, блин, привязать вокруг рта. То есть если это пыльца, то я могу использовать нольч-нейчер в первую очередь. Ну, для того, чтобы понять, что это, надо очень много времени. То есть тебе придётся разбираться там. То есть ты просто обратил внимание, что знаешь, вот как ты зашёл в помещение какое-то, и тебе кажется, что чувствует какой-то ядковатый запах такой. Слизистый. Который может быть немножко раздражает тебе слизистую. Тогда это скорее знание ухи, которые... Скажем так, возможно, остальные на это не обращают внимания. То есть когда он об этом говорит, вы тоже ощущаете какой-то такой лёгкий дискомфорт, короче. Намочить тряпочки водой и повызать вокруг. Ну, твое решение. Ну, так... Фигня какая-то, давайте повяжем на себя на лобокые тряпки. Можно, конечно, провести, если у тебя есть алхимическая алматура, лабораторию с собой провести, химический эксперимент. Ну да, да давайте издеваться. Ну, все нормально и бездраты в Бэк-офф-холдинге таскают с собой алхимическую лабораторию и ещё куча всяких тулсов. Что? Чаш! Окей! Он маг, он не делает чашу. Да, нет. Он гарантирован. Короче, я приблизительно это и делаю. То есть я беру какую-то тряпку и делаю себе повязку. Ну, да. Повторяем её. Я на всякий случай тоже. У меня из капюшона появляется повязка. И ты её мочишь. И я её... Она уже смоченная. Это же магическая шляпа, она моёт всё. Ну, мочить нет. Как это мочить? Ещё минус пять в курсе. Мочи, дурак! Вечер начинает поступать. Вы приближаете к башне и видите, что рядом с башней горит костёр. Там какие-то силуэты сидят, готовят, ещё что-то. Их примерно сколько? Они достаточно далеко. То есть так, пешком до них час где-то. Ну, костёр виден. То, что башня немножко повыше находится. Поэтому он достаточно заметно, на глаза бросается. То есть там горит костёр. Я снимаю запах. Этот ещё есть? Кинперсер. С минусом, без минуса. Короче, всего 27. Без минусов. Ты чувствуешь этот запах обратно. Смочил ещё? А ничего неопределённого? Кроме странных. Это не магическое, ничего. Нет, не магического происхождения. Там лес, заросли или там открытая местность? Дальше. Крафт алхимии есть? Да. Ты же говорил. Ну, кинь. То есть уже настолько близко, настолько едкий запах. Аммиака. Нет, не имею. Серый. Тренируйся на кошечках. Кошки аммиаком не пахнут. Ну, ты достал какие-то пробирки. Попытался прикинуть, что бы это могло быть. То есть, в общем-то, достаточно быстро ты отмёл все свои первые попавшиеся в голову варианты. Вот. Единственное, что можешь предположить, что это какое-то некое органическое происхождение у этого запаха. Это гниет? Либо что-то гниёт, либо это следствие деятельности чьей-то, может ещё что-то. Светы и пыльца. Они туда приходили, засыпали и дохли во сне. Не скучно? И теперь вся гора воняет. Бредит мак такой стоит. Как мне этого не хватает. Вполне логичное предположение. Вот. Ну и сейчас вам надо решить, вы двигаетесь дальше. Там открытая местность или нет? Ну, там такой прелесок. То есть, совсем рядом с пригорком, на котором стоит башня. Там достаточно защищенное помещение. И вы будете заметны. Господа, может обойдём этот костёр? Предлагаю отойти куда-нибудь назад. Костёр совсем рядом с башней. Мы не пройдём мимо. Можете попробовать, но это достаточно сложно. Там 7 чуваков. Как минимум двое из них это эльфы. По крайней мере надо лошади. Я предлагаю вернуться назад примерно там, где особо ещё нет. Почему это? Вам совсем чуть-чуть. Если вы буквально минут 15 вернётесь назад, то там будет достаточно такой, ну, закуток. Более серьёзный лес. И вас, ну, почти точно не заметят. То есть, специально не будут ходить. А этот запах ещё будет? Ну, запах может быть. Чем ближе вы к башне, тем более интенсивный запах. Окей. А башня большая? Возможно, стоит вернуться назад переночевать уже утром? Ну, башня... По диаметру она была достаточно большая, а почему она раньше была достаточно высокая. Сейчас она как бы в половину. Может быть мы просто обойдём эту башню с другой стороны и... Зачем? И что ты собираешься делать ночью в башне? А какая разница в башне? У них либо Лоллайт вишня. Мы целый день ехали, мы устали. И они всё равно, то есть... Ну... Для них сейчас абсолютно нормально всё. Где-то так. Ну, она была раньше выше. Она вот такая вот. Просела? И всё. Ну... 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 Да, где-то вот. Такая вот. То есть она совсем маленькая. Да, да? Башня. Я-то думал так же. Не, ну... Она видна, что она как бы разрушена. То есть она была выше. Ну, что мы ещё 20-20 жили. Давайте пойдём выспимся нормально и... Да. С утра. А они пускай там... Кто дежурит? Ну, и ещё один момент для вас тоже. Я думаю, вам в этом поймёте, увидите и ощутите. То есть, когда вы ложились спать, у тех, кто ложился спать, никаких проблем с тем, чтобы заснуть не было. А, отлично. Вот проснулся. В смысле? Что-то стариков надо направлять? Нет, я говорю, вы... Ну, бывает так, что новое место там... А тут спал очень хорошо очень. Да. Вы легли просто... Вот как только закрыли глаза, почти сразу же... Моментально. А в тех моментах, когда надо было разбудить на смену следующих проблем, не было? Нет. Единственное, что... Вам бы хотелось ещё спать. Именно хотелось. То есть, не то, чтобы вы не выспались или ещё что-то, то есть, но если бы вам... Вот, дай вам вою, да, когда вас будили, допустим, поменяться на дежурство, вы бы спали и дальше. А Детек Мэджик каких-то изменений нету? Делал уже маком. А, дерьмо! Я перед тем, как заснуть верёвку возле деревьев натянул поотдаль от себя. Ну, как... Я просто вспоминаю. Там в ловушку. Вдруг уже кто-то стопкнётся там и прочее. И колокольчики хорошо вешать. Ну... Не троллить таких игроков потом классно. Нет, колокольчики нет. Но, по крайней мере, так на уровне... Ну... Или маком. Или маком. Или маком. Ну, как мог. Не, всё хорошо. Ну, со стороны логично той, откуда идти. Гарно. То есть, если по кругу не хватило, то... Вот. Следующую партию мы начнём с того, что вы позавтракали. И решаете, что делаете дальше. Едем? Чё? За столом сидели. Это баночек? Я сам кормил хулащу. Ему снится. Ему снится бар, который поедет в эту песню. Как-то вы сегодня очень поздно собрались. Ну... Почти в девять. Это плохо. 20-40. Гриша. Что?